Здравствуйте! Вы смотрите студенческое телевидение Казанского Федерального Университета «Универсмотри». Наш сегодняшний выпуск «Прием в КФУ-2013» проводится специально для выпускников школ этого года. И сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Иванович Ионенко, проректор КФУ по образовательной деятельности Ильяс Гатаулович Минзарипов, советник ректора, директор департамента довузовского общего и педагогического образования Людмила Николаевна Нугуманова, а также заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Равиль Габтулхакович Хамитов. Здравствуйте! Здравствуйте! Считанные дни остаются до первых ЕГЭ, и совсем скоро выпускникам предстоит выбрать будущий вуз и профессию. Сегодня у вас есть уникальная возможность в прямом эфире задать нашим гостям вопросы, связанные с процедурой сдачи ЕГЭ и процедурой поступления в Казанский федеральный университет. Обращаю ваше внимание на то, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы по номеру 233-7080. Также с нами можно будет пообщаться визуально по скайпу, наш логин универсмотри.ру. Задавайте свои вопросы и в социальных сетях на странице универсмотри ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках. Итак, начать хотелось бы с того, что сегодня будоражит сердца многих выпускников единый государственный экзамен. Равиль Габудалхакович, скажите, пожалуйста, будут ли в этом году какие-то серьезные принципиальные изменения в процедуре сдачи ЕГЭ? В этом году принципиальных изменений в сдаче ЕГЭ нет. Есть небольшие изменения, они связаны с тем, что на ряд предметов увеличивается количество времени. Но эти изменения незначительны. А можно уточнить, какие это именно будут предметы? Это общество знания, литература, информатика. То есть там вместо четырех часов становится три часа пятьдесят пять минут и так далее. То есть я еще раз говорю, изменения крайне-крайне незначительны. Да, там. Ну вот многих выпускников волнует вопрос, повлияет ли как-нибудь универсиада на сроки сдачи ЕГЭ? И вообще могут ли возникнуть какие-то неординарные ситуации? Никоим образом. Дело в том, что единый государственный экзамен – это федеральная процедура. И понятно, что проведение универсиада никоим образом не повлияет ни на сроки, ни на процедуру, ни на какие-то другие мероприятия, связанные с единым государственным экзаменом. Спасибо вам за ответ. Ну а что касается приема в Казанский федеральный университет? Повлияет ли как-то универсиада на это событие? Я тоже присоединяюсь с каждым делом о том, что мы работаем по федеральному законодательству, поэтому никаких переносов, сроков других у нас нет. Кроме того, мы на сайте приемной комиссии, портала КФУ уже вывесили баннер, где крупно написано о том, что прием документов с 20 июня по 25 июля, как и по федеральному законодательству, определено. То есть никаких переносов, изменений, дополнений не предусмотрено. То есть все будет проходить в стандартные штатные сроки. Установленные сроки, так скажем. Спасибо вам за ответ. Мало кто знает, что в Казанском федеральном университете тоже можно подготовиться к единому госэкзамену. Предлагаю вам сейчас посмотреть сюжет о том, как можно это сделать. Подготовиться к ЕГЭ в Казанском федеральном можно разными способами. Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГЕ проводят для школьников пробные экзамены, которые позволяют познакомиться с их формой и самой процедурой сдачи. Также центр проводит подготовительные курсы и дистанционное обучение. Ноу-хау Казанского федерального в области подготовки школьников к ЕГЭ – это видеоуроки. Еще один способ подготовить себя к госэкзаменам – это малый университет. Такой же, как и ФУ, только для школьников. Малый университет – это дополнительные углубленные уроки по выбранному направлению. На данный момент действуют семь факультетов. Мы продолжаем. Как стало известно из этого ролика, один из способов подготовиться к ЕГЭ – это поступить в малый университет КФУ. Людмила Николаевна, я думаю, вы сможете нам рассказать поподробнее, как можно это сделать. Да, наш малый университет, он известен уже давно, у него история более 30-летняя. И туда поступить может каждый школьник. У нас есть приемные экзамены вступительные, они происходят в сентябре. На сегодняшний день там обучается более 500 учащихся. Чем они занимаются? Готовятся к ЕГЭ, готовятся к поступлению в ВУЗ. Они готовятся к осознанному выбору своей дальнейшей карьеры, своей дальнейшей специальности, потому что в этом помогают им и педагоги, и профессора, и психологи. Я считаю, это очень важно, окончив школу, уже знать, к чему стремиться, куда ты пойдешь, какую специальность нужно приобрести. Причем это можно соотнести не только с своими психологическими и физиологическими задатками, но и с уровнем знаний, и знать, на что ты способен, куда ты можешь поступить, набрать баллы и так далее. То есть эти школьники являются участниками нашего учебного процесса федерального университета. И практически наш университет становится их домом, родным домом. Поэтому им не страшно уже к нам поступать и дальше продолжать обучение. У нас есть определенные направления. Например, на физико-математический факультет мы принимаем с 8 класса, на отделение астрономии уже с 5 класса, на филологический факультет с 9 класса. Дорогие ребята, вы можете выйти на наш сайт университета, набрать слово «малый университет», там, где школьнику рубрика есть, и узнаете все, что хотите. Там есть полная, большая информация, объемная, о том, что предстоит вам в этом малом университете познать, и что вы приобретете, какая информация у вас будет, какие плюсы, какие... Ну, я думаю, там одни плюсы, уже о минусах не будем говорить. А платное ли обучение, или есть возможность поучиться на бюджете, как так сказать? Да, есть возможность поучиться на бюджете, безусловно, есть и платные. У нас услуги образовательные, есть возможность обучиться на бюджете, но вместе с тем хочу сказать, что мы очень внимательно относимся к тем ребятам, которые улыбляют свои знания, постигают вершины каких-то дисциплин, участвуют в олимпиадах, в смотрах, в конкурсах, в нашей конференции Лобачевского. Они имеют, конечно, преимущество и обучаются, принимаются без конкурса, и, безусловно, бесплатно. Так, мне подсказывают, что у нас первый вопрос от школьников 131-го лицея. Накануне нашей передачи мы отправились в школу и узнали, какие вопросы сегодня волнуют школьников больше всего. Здравствуйте, меня зовут Салихов Буват. Говорят, что в КФУ хотят поднять цены на образование до уровня московских вузов. Когда это случится и случится ли это вообще? Думаю, такого, конечно, не будет, до уровня у нас этих цен, у нас цены не поднимутся. Естественно, корректировка цен будет. Вот что касается 2-го, 3-го, 4-го и 5-х курсов, то там индексация, это 6% в год, мы эту цену, так сказать, увеличим. А что касается стоимости обучения на первый курс, сейчас в связи с тем, что в министерстве введено нормативное финансирование с прошлого года, и многие, так сказать, составляющие ценообразования изменились, мы рассматриваем, какие цены установить на первый курс. Но они, я уверяю, ребята, в общем-то, не будут, так сказать, такими уж с ног сшибательными, как в сравнении с прошлым годом. Но изменения, конечно, будут. И до 1-го июня все будет выше на нашем сайте. Если продолжать разговор о цифрах, то меня, как и многих абитуриентов, в свое время волновал вопрос баллов. Сколько нужно заработать баллов, чтобы поступить в Казанский федеральный университет в этом году? Ну, я могу ответить. Дело в том, что вопрос о проходном бале, он очень острый, волнует, естественно, всех. И часто задают вопрос о том, что назовите, сколько нужно набрать баллов, чтобы пройти в этом году на бюджетные места. Но я должен сказать, что мы еще не имеем результат в ЕГЭ, а по этому проходном бале пока говорить рановато. Но мы можем только пользоваться статистикой прошлых лет, а статистикой показывает то, что у нас баллы достаточно высокие. Средний балл по университету 71,3 балла. Это средний балл в целом, так сказать, по одному предмету. Если мы делим три предмета, делим, так сказать, получаем 71. Ну, такой показатель у нас есть в рейтингах вузов. Поэтому показатель в нашем университете занимает очень хорошую позицию в Российской Федерации. И второе заключается в том, что у нас выставлены итоги приема прошлого года, и там мы указали проходные баллы. Любой может посмотреть на сайте приемной комиссии в разделе «Итоги приема 2012 года» проходные баллы, которые были в 2012 году. Поэтому по ним можно ориентироваться. И примерно так уже видно, какие будут проходные баллы. Ну, традиционно самые высокие – это на остро такие востребованные, скажем, молодежью, направления подготовки, как юриспруденция, международное отношение. И всегда к ним большой интерес. Там, конечно, проходные баллы у нас высокие. Ну, и потом надо иметь в виду, что проходные баллы напрямую зависят от количества бюджетных мест. Если 5 бюджетных мест, то, понятно, там проходные баллы будут очень высокими. Если, предположим, мы имеем 100 бюджетных мест, то там они могут быть несколько корректироваться. И потом от каких предметов зависит. Если сдают общество знания русский, тоже историю, либо общество знания математика русский, там, конечно, баллы проходные всегда высокие. Там, где есть общество знания, это понятно. Там, где идет физика, химия, там немножко пониже. Биология. Это, естественно, научная. Просто у молодежи, естественно, научная специальность, они как-то меньше, может быть, котируют. Поэтому там, конечно, действительно и проходные баллы понижены. Но на самом деле там тоже неплохо. Вот в среднем, если взять отдельно по естественной научным, то там предел 65-70 баллов. Это тоже высокие показания. Спасибо за ответ. Сергей Иванович, во время своего выступления вы отметили, что полезную информацию абитуриенты могут получить на нашем сайте. Вот не могли бы вы подробнее рассказать? Ну, подробнее я могу говорить это долго, потому что, на самом деле, объем информации там выставлено очень большой. У нас там более 600 файлов выставлено разных. Но если кратко говорить, то информация о приеме в Казанский федеральный университет размещена на трех площадках у нас. Первая – это страница абитуриенту. Когда на главной странице портала КФУ вы выходите, там наверху студенту, абитуриенту, преподаватель. Вот нажимает на абитуриенту, и там такая рекламная информация, плюс минимум информации по приему. Но на первой странице портала КФУ есть отдельное, прямо в центре написано, так сказать, выделено, приемные комиссии. И они нажимают, и там открываются все направления приема, начиная от нормативного документа правил приема и кончая с заселением в общежитии. И третья – это на странице социальной образовательной сети «Буду студентом КФУ». Это абитуриент.кпфу.ру, которую эту страницу практически, знаете, школьники нашей республики. Действительно, это довольно популярная социальная сеть. Чуть позже мы посмотрим сюжет, который поможет закрепить нашим абитуриентам информацию, которую мы сегодня услышали. А пока у нас вопрос. Здравствуйте, меня зовут Нуридзина Варегина, и у меня такой вопрос. Какова процедура проведения и вообще подачи документов, если я хочу учиться на двух факультетах сразу? Ну, здесь я могу кратко сказать о том, что, в принципе, у нас предусмотрена возможность получения не одной, а двух, и даже трех прохождения программ высшего профессионального образования, освоения программ. Это никто не запрещает. Но другое дело, человек не может одновременно на двух дневных формах учиться, потому что он просто не попадет на дни лекции. Все это совпадение, потому что он не сможет выполнять учебную программу. Поэтому у нас довольно часто бывает так, что поступает на дневную форму обучения и плюс на заочную форму обучения. Но не обязательно одновременно сразу, потому что мы не рекомендуем сразу поступать. Нет, потому что абитуриент должен понимать, что в университете учиться довольно сложно, и поэтому сразу ставить себя в такие сложные рамки. Год можно отучиться на дневную форму обучения, а потом выбрать еще дополнительную, например, на заочную форму или вечернюю, но в основном на заочную форму. То есть такая возможность есть, и ей пользуются многие студенты. Я думаю, что абитуриентов сейчас волнуют такие мелкие нюансы, как, например, на какой из факультетов, на основной или второстепенной, подавать оригиналы документов, когда это делать и прочее. Но это вопрос очень непростой, конечно. Дело в том, что в Казанский федеральный университет, как и в любой вуз, можно подавать три заявления. Но три заявления имеется в виду одно заявление, это на одно направление подготовки конкурсных групп, но одновременно можно на дневную форму подавать, вечернюю, потому что, если у нас есть, и заочную, и одновременно на бюджет и платное обучение. То есть на самом деле одно заявление, оно, видите, как идет хорошо. То есть конкурсные группы разные, а специальность одна или направление подготовки одно. То есть расширяются возможности. Поэтому я настоятельно рекомендую тем, кто к нам поступает, не бойтесь, сразу подавайте на бюджет и контракт, потому что это разные формы конкурса. И чтобы потом не переписывать заявления, никак они не влияют одна на другую при подаче заявлений и потом при конкурсном отборе. Что касается оригинала, когда подавать документы, это очень тоже важный момент. Но те, кто поступает на целевые места, он сразу должен подавать оригинал документа. Плюс те, кто хочет воспользоваться льготой, либо это олимпиадники, либо это инвалиды, либо это сироты, либо военнослужащие, они обязаны тоже представить сразу оригинал документов. Только на одно направление, там, где для них приоритетно использованы льготы. Это требование законодательства, и мы всегда разъясняем этот момент такой. А вот куда подавать оригинал документов в классе? Конечно, туда, куда вы хотите приоритетно поступать. Но если вы не проходите, то вы всегда сможете передвинуть оригинал на другую специальность и другое направление подготовки, куда вы тоже подавали заявление. Спасибо. У нас еще одно сообщение. Еще один вопрос на этот раз из социальной сети. Он адресован Риязу к Тауловичу Мензарипову. Есть ли шансы на поступление в магистратуру на бюджет тех, кто учился на коммерции, и от чего эти шансы зависят? Шансы, это единственное зависит от того, как учился человек. Если он великолепно учился в бакалавриате и потом прошел вступительные испытания, то проходит, если сдает все вступительные испытания, отлично. Эта информация актуальна даже для меня в данной войне? Никаких проблем, пожалуйста. Но единственное, конечно, как говорится, не может быть, ребят, бюджетных мест на магистратуру, конечно, министерства, но мы считаем, дали недостаточно. Хотелось бы больше, конечно. Но, тем не менее, есть 670 человек могут поступать в магистратуру в университетный бюджет. Это будет конкурс. Это значительно больше, чем в прошлом году. Нет, я бы не сказал, что значительно, но чуть-чуть больше. Хотелось, конечно, иметь в два раза больше, но не дали. Значит, будем стараться получать хорошие оценки. Я предлагаю нам посмотреть сюжет, который поможет закрепить нашим абитуриентам информацию о том, где можно узнать подробности о поступлении в Казанский федеральный университет. Абитуриентов КФУ также создана отдельная социальная сеть. абитуриент.кпфу.ру Здесь, начиная с 20 мая, можно подать документы в Казанский федеральный, не простаивая в очередях, и постоянно отслеживать свой рейтинг. Пошаговый инструктаж подачи электронных документов можно найти в разделе «Приемная комиссия» на kpfu.ru. Кроме того, получить необходимые справки с 20 мая можно и по горячей линии колл-центра приемной комиссии. Мы продолжаем. Как вы заметили, один из главных ресурсов для абитуриентов КФУ – это социальная сеть «Буду студентом». Сергей Иванович, расскажите поподробнее об этой социальной сети. Подробнее у нас просто времени мало, поэтому я кратко скажу о том, что социальная сеть у нас создана в ноябре 2010 года. Особенность ее заключается в том, что в течение учебного года эта сеть рассчитана на школьников, на подготовку ЕГЭ, проведение различных проектов и осуществления, прежде всего, с Министерством образования и науки Республики Татарстан. В данные минуты идет как раз мониторинговое исследование 6-х, 8-х, 10-х классов, в которых участвует порядка 80 тысяч школьников. И олимпиады интернет-туры мы проводим, тестирование по подготовке ЕГЭ мы проводили дважды по математике и русскому языку. На самом деле она довольно активно используется. Там же размещены видеоуроки наши и целый ряд других проектов. Самое интересное, что эта сеть привлекает школьников. На ней идет и анкетирование поступающих в университет и в другие вузы. Мы проводим такое профессиональное анкетирование. И, кроме того, эта сеть, она в период приема является площадкой, откуда подают документы наши абитуриенты. То есть они уже с ней работают фактически в течение года, а при завершении обучения они плавно переходят, как абитуриенты, в эти же интернет-кабинеты заходят свои, под логином паролем, добавляют заявление, и таким образом уже становятся абитуриентами. Вот это очень важно. Не должен сказать, что в настоящее время наша сеть достаточно популярна. Есть такой рейтинг Майл.ру. Он фактически образовательные ресурсы России и стран СНГ. Там примерно 2500 образовательных ресурсов. Вот сегодня, если можно сейчас открыть, посмотреть рейтинг, мы занимаем второе место по России и странам СНГ. Спасибо, Сергей Иванович. Кстати, можно добавить, что она представляет интерес не только для абитуриентов. У нас есть совершенно уникальное задание и для пятиклассников, и также и для педагогов. Особенно вот в период подготовки к ЕГЭ. В период подготовки к ЕГЭ абитуриентов волнуют многие вопросы. Например, сколько отведено времени на сдачу английского, так как ходят слухи, что добавили полчаса. Я думаю, это вам. Иностранного языка, в том числе и английского, отведено три часа в этом году. То есть без изменений, да? То есть я уточняю, речь не только об английском, но и об испанском, и о французском, и о немецком. Уважаемые телезрители, не верьте слухам. Звоните нам в студию, задавайте вопросы по номеру 233-7080. Звоните нам по скайпу, наш логин универсмотри.ру. Также задавайте вопросы в социальных сетях. Наша страница универсмотри вконтакте, в фейсбуке, твиттере и одноклассниках. А мы продолжаем, и я думаю, что настало время выслушать еще один вопрос от школьников. Меня зовут Ефросинь, и у меня вопрос. Сколько по времени действуют результаты ЕГЭ? Например, если я сдаю в этом году ЕГЭ, и меня не устраивают мои результаты, могу ли я пересдать их в следующем году и поступить уже с новыми результатами, в курс, который я желаю? Сколько по времени действуют результаты ЕГЭ? Понятно, да, как бы срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ. И то, что спрашивала девушка, если ее нынешние результаты не устраивает, на следующий год она вправе пересдать, заново поучаствовать в процедуре, на всех тех условиях, как и другие дети. А так действует нынешняя свидетельство до 31 декабря, соответственно, 2014 года, если результаты этого года. Один год пока. Нет, по сути дела, два года, но она два года имеет право поступать. То есть у нее получается возможность использовать свои результаты дважды. Да, правильно. В 2013 году и в 2014. Совершенно правильно. Я думаю, это хорошая возможность. А у нас еще один вопрос из нашего чата. Можно у вас сдать дополнительный ЕГЭ, если я сдаю ЕГЭ в школе только по математике и русскому языку? Ланда же давлечена. Вам понятен вопрос? Не совсем. У нас это что имеется в виду? В университете. Я так понимаю, в Казахстане в федеральном университете. Она записалась 1 марта на два экзамена. Русский и математику. Сейчас хочет дополнительный еще сдавать. Может быть, в соответствии с порядком проведения ЕГЭ, утвержденном приказом Министерства образования, приказ 24.51, абитуриент, ученик, должен заявиться на сдачу экзаменов до 1 марта. И в соответствии с этим сдает те экзамены, которые внесены в федеральную базу данных. Теоретически, если там нет никаких дополнительных сведений, которые не обозначены, она сдает только те, на которые она заявилась. Дополнительная волна, так называемая, это дополнительный этап проведения ЕГЭ, который начинается с 8 июля, он рассчитан на другую категорию. Это выпускники прошлых лет, ну и так далее, и так далее. Все это в этом приказе прописано. То есть по там идет? Ну да, то есть выпускники профтехучились и прочие, там перечень есть указан. У нас также был такой вопрос, что будет, если не явиться на ЕГЭ, на который ты записан? Ну, если это не русский язык и математика, который является обязательным для получения аттестата, то ничего не будет, у ребенка просто не будет результатов по данному предмету. Предлагаю вам посмотреть еще один вопрос от школьников города Казани. Здравствуйте, меня зовут Галимов Тимур, у меня такой вопрос. Если человек стал призером Всероссийской Олимпиады по математике в 9 классе, может ли он без экзаменов поступить в какой-либо университет на факультет информационных технологий? Наверное, я отвечу на этот вопрос. Действительно может, обязательно, потому что победители Всероссийских Олимпиад без конкурса могут принять в любой университет. Дорогие ребята, наш университет ждет таких одаренных, талантливых, творческих школьников. Мы обязательно вас возьмем. Заявляйтесь к нам, приходите, потому что действительно, здесь мы представляем более 140 специальностей, и не нужно ездить куда-то, выбирать в другие, чужие города. Приходите к нам, мы с большим удовольствием вас примем. Мы уже сегодня в Министерство образования отдали списки этих школьников, которые победили в наших Олимпиадах. Если они пожелают, мы их обязательно в рамках целевого приема будем принимать. Ну а кроме того, в любом случае, когда они будут поступать к нам в университет, мы будем более внимательно к ним относиться, и они будут иметь приоритет среди других ребят при поступлении. Приграем. Мы ждем вас, ребята. Да, это условно приятно. У нас очень оживилась социальная сеть ВКонтакте. На нашей странице «Универсмотри» задаются следующие вопросы. Раиль Софиулин сомневается в законности установления в аудиториях пунктов приема ЕГЭ камер. Как вы можете это прокомментировать? Камеры могут устанавливаться. Единственное условие, об этом должно быть сообщено. Поэтому, когда устанавливается камера, если внимательно посмотреть, на пункте ППЕ всегда пишется, на пункте ППЕ ведется видеосъемка. Легко сообразить, часто, когда заходишь в магазин, написано, в нашем магазине осуществляется видеонаблюдение. Да, все правильно. Поэтому... То есть никуда от взора камеры нам, к сожалению, с вами не скрыться, уважаемые абитуриенты. Сейчас я предлагаю присмотреть еще один вопрос от школьников в Казани. Здравствуйте. Я Александр Письменский. И мне хотелось бы узнать, как будет выглядеть поступление для молодых людей, сразу же по окончании школы, отправившихся на срочную службу вооруженной силы. Или не после окончания школы, а по окончании, например, первого курса. Какие экземы нужно будет им сдавать? И будут ли у них какие-либо льготы? Человек успешно окончил первый курс. Допустим, условно, решил уйти в армию. Он уходит, потом приходит и восстанавливается. Никаких проблем здесь нет. И тем более в этой ситуации мы, в общем-то, таких ребят всегда, конечно, поддерживаем. Потому что военнослужащие – это наша гордость и наши защитники. То есть льготы какие-то будут, да? Льготы? Ну, в каком плане здесь льготы? Ведь обычно как бывает? Вот когда молодые люди возвращаются, но он ушел с бюджетного, допустим, места в армию. Пришел, может бюджетных мест не быть. В этой ситуации мы, конечно, здесь, кем возможностям. Стараемся им помочь. И поддерживаем. То есть в этом смысле со стороны университета понимание есть. Об этом мы сразу поговорим после нашего сюжета, из которого узнаем, что нового произошло в КФУ за 2012 год. Казанский федеральный университет. начнет прием в высшую школу автомобильного инжиниринга. Высшая школа автомобильного инжиниринга создается совместно с КАМАЗом на сегодняшний день. То есть она будет находиться в набережных Челнах, на территории, где сконцентрировано автомобильное производство нашей страны и нашей республики. В том числе рядом находится особая экономическая зона, где размещается предприятие Солерса. Сегодня в Челнах сейчас Солерс. В Челнах Солерс размещается. КАМАЗ есть. Есть достаточно большое количество малых компаний, которые работают в области автокомпонентного производства. Поэтому я думаю, то, что мы делаем, оно хорошо впишется в те потребности той территории, где мы эту школу высшую формируем. Также впервые в 2013 году открывается набор в Институт фундаментальной медицины и биологии. Примечательно то, что теперь Казанский федеральный начнет готовить медработников. Ведь совсем недавно университет получил лицензию на подготовку специалистов в области здравоохранения. Сейчас у нас имеется полное право, государство нам дало это право, обучать студентов в специалитет, это не бакалавриат, потому что в здравоохранении нет бакалавриата, в специалитете по нескольким специальностям и здравоохранения. Это лечебное дело, это стоматология, фармация, медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. Развивается не только образовательная часть КФУ, но и инфраструктура университета. Студенты уже привыкли к комфортабельному кампусу деревни Универсиады. Не так давно здесь были открыты супермаркет, почта и салон красоты. А к первому сентября 2012 на территории деревни Универсиады заработала новая современная студенческая поликлиника, которая сегодня обслуживает около 70 тысяч студентов из 28 вузов Казани. Все самое необходимое под рукой, поэтому и учиться в таких условиях легко. Вы смотрите студенческое телевидение Казанского Федерального Университета Универс Матри. И во время нашего ролика к нам присоединилась Лилия Салимзиановна Амирова. Мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что вы можете звонить нам в студию по номеру 233 70 80. Также с нами можно пообщаться визуально по скайпу. Наш логин универсмотри.ру. Задавайте свои вопросы и в социальных сетях на страницах Универс Матри, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках. Чем отличаются медицинские направления в КФУ от медицинского университета? С уважением, Юрий. Хороший вопрос, Юрий. Но я бы сразу сказал так, что мы в какой-то мере не конкуренты медицинского университета в плане подготовки врачей-специалистов по тем профилям, которые готовят они. У нас задача немного, так сказать, другая. Мы готовить будем, во-первых, вести фундаментальную подготовку врачей и готовить будем врачей-исследователей, которые будут мощно подготовлены в сфере физики, химии, фундаментальных наук, биологии, в частности, особенно молекулярной биологии, генетической биологии. И используя эти знания, эти врачи смогут уже быть не только специалистов в своей области, но и еще, так сказать, внедрять новые технологии, новые методы медицины, влечения людей. И я считаю, что если мы этого добьемся, то, наверное, не ошибусь и скажу, что это будет большой вклад Казанского университета в развитие нашей медицины. Насколько мне известно, в Институт фундаментальной медицины ожидается очень большой конкурс, в связи с чем снова вопросы, связанные с ЕГЭ. К нам поступил вопрос в социальной сети ВКонтакте снова. Так, прежде чем подать на апелляцию, могу ли я просмотреть свою работу в отсканированном виде в сети интернет? Да, на сайте, на Республиканском центре мониторинга мы планируем разместить такой сервис. Он будет называться адрес сайта rcmko.org. Там есть такой сервис, который, ссылочка, участник ЕГЭ. И мы планируем разместить отсканированные ответы участников в таком вот сети интернет. Следующий вопрос. Здравствуйте, я хочу узнать, вот у вас есть филологический факультет, какие есть там специальности? Факультет у нас нет сейчас, а есть Институт филологии и искусств, на котором есть отделение русской филологии, есть отделение татарской филологии, есть отделение роман-германской филологии, отделение лингвистики, а в рамках лингвистики направление переводоведения у нас. В общем-то, поступать туда, пожалуйста, можно. И вот русский филолог, понятно, сама за себя говорит русский язык и литература. Если говорить татарский, то татарский язык и литература. Ну, в рамках лингвистики там переводоведения, в основном, конечно, и могут быть еще какие-то профили. Но профили, их достаточно много, может быть. Особенно педагогических. Да, особенно педагогических. Вот, насколько мне известно, очень многие абитуриенты путают лингвистические направления в Институте филологии и искусств и Институт языка. Вот не могли бы вы объяснить, чем они различаются? Он вообще пока приемом и выпуском студентов не занимается. Институт языка – это подразделение наше учебное, которое занимается обучением иностранному языку всех студентов, всех других институтов, кроме Института филологии и искусств, где есть свое отделение иностранных языков, и они там готовят учителей по иностранному языку. Еще один вопрос, который нам задали школьники. Никифоров Антон снова интересуется. В интернете ходит информация о том, что по России сокращают бюджетные места на экономические специальности. Коснется ли это Татарстана и на сколько? Коснулось уже, надо прямо сказать. Вот если взять наш университет, то по сравнению с прошлым годом на экономические специальности нам сократили более 100 человек. На бюджетные места имею в виду, прежде всего, конечно. То есть это, в общем-то, симптом, который, ну, видимо, идет уже по всей России, не только у нас. Я, насколько знаю, и сократили в технических вузах очень серьезно, где были экономические направления подготовки. Но это веление времени. Министерство считает, что юристов и экономистов надо немного уменьшить. А надо увеличить подготовку по инженерным, техническим специальностям, потому что они сейчас более востребованы для народного нашего хозяйства. Но подготовка учителей сегодня – это очень важнейшая проблема. Тем более подготовка учителей нового поколения, которые по-новому учили, по-новому подходили к подготовке своих ребят. Это задача одна из, в общем-то, самых серьезных и важных. Самые талантливые и самые неравнодушные. Они должны поступать на это педагогическое отделение. Не бойтесь, вас там ждут. Тем более такая хорошая поддержка сегодня осуществляется в школах. Тем более грантовая. Приходите. Мне сообщили, что у нас поступил первый звонок по телефону. Давайте попробуем выйти на связь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня вот такой вопрос. Сдающему ЕГЭ, которому уже исполнилось 18 лет, можно прийти на апелляцию с родителем? Спасибо. По вопросу апелляции, да? Так, уважаемые клиенты, уважаемые все, кто сдает ЕГЭ, участники ЕГЭ. Апелляцию можно подать в течение двух дней после того, как участник ЕГЭ узнает свой результат. На апелляцию, независимо от того, будет ли к этому, к окончанию школы, выпускнику 18 лет или не будет, можно прийти с собой, привести с собой, то есть прийти с законным представителем. Но при подаче апелляции, форма заявления есть, соответственно, еще утвержденная, надо обязательно указать, рассматривать ли апелляцию в его присутствии, без присутствия апеллянта, или сам апеллянт тоже не явится на апелляцию, и будет ли с ним он приглашен, соответственно, с законным представителем. Надо необходимо соблюсти вот такие нормативные правила, и тогда, конечно, можно привести законного представителя. Все понятно. Да, но учитель не является законным представителем. Не является. Надо обязательно учить. То есть папа, мама или кто-то, кого желает. У нас еще один вопрос по ЕГЭ. Здравствуйте. Учитываются ли итоги ЕГЭ при приеме призеров Всероссийских Олимпиад? Никита Пензин. Да, победитель и призер заключительного этапа, то есть Всероссийской Олимпиады, ему учитывается как 100 баллов по ЕГЭ. Призер нет учителя. Победители, конечно, автоматически не зачисляются. По профилю, никаких вопросов. А вот призеры, у них по данному профилю устанавливаются 100 балльные. По данному предмету, как бы, получается, 100 баллов. Ну, что, это такой преимущество, да, это что-то важно. Да, конечно. Чтобы поступить в университет, абитуриенты готовы на все, в том числе и проявить свои физические данные. Вот спортсмены интересуются. А есть ли в КФУ льготы при поступлении для лиц, имеющих спортивные разряды? Ну, законодатель такие льгот, конечно, непрописанные. Но понятно, что если человек имеет выдающее достижение, допустим, он чемпион, где-то юниор, может, мир там... При равных условиях, конечно, преимущество может отдаться ему. Учитывая вот такие заслуги. Хотя вот в законодательстве такого прямого указания на то, что он имеет преимущество, нет. Но вот в институте физической культуры наверняка ценятся такие? Ну, естественно. Но, к сожалению, закон это гласит однозначно. Е-е-е. Единственное, это по рекомендациям Министерства ведомства можно... Здесь, конечно, в этой ситуации, вот уже Людмиленкан говорил, о том, что вот мы победители и призеры Северной Калининской Олимпиады будем принимать по целевым местам. Вот здесь, в этой ситуации, можно этому человеку пойти навстречу и сказать, мы готовы взять тебя. Оставить честь в университете. Да, оставить честь в университете. То есть, в этом смысле, мы можем пойти, конечно, на встречу никаких вопросов. Сегодня страна нуждается в инженерных кадрах. Интересуется все тот же абитуриент, и он беспокоится, будет ли он в этих условиях востребован, если окончит гуманитарное направление. Ну, я думаю, вот я гуманитарий, востребованность гуманитариев, она большая. В том смысле, что гуманитарное образование, оно ведь и всем нужно. Естественно, так сказать, представить неестественные направления, технические специальности. Потому что формирование личности человека без гуманитарных, так сказать, специалистов не обходится. И это аксиома, и мы должны всегда ее знать. Другое дело, что понятно, что у нас, может быть, силы специфики развить нашу систему образования, нашей страны по некоторым направлениям подготовки, в общем-то, действительно, мы начали очень много готовить гуманитарных специалистов. Может быть, здесь действительно надо остановиться, глянуть, посмотреть, нужны ли специалисты сегодня. Хотя, вот, я должен сказать, вот, если взять итоги трудоустройства по прошли 61-го года, да, практически вот все гуманитарии на 100% трудостроились. Ну, судя по вопросам, которые нам поступают, наш ролик о том, что нового произошло в КФУ, действительно вызвал какой-то отклик. Нурдинова Регина обращается. Она спрашивает, почему я должна поступать именно в Институт фундаментальной медицины, а не в Казанский медицинский университет. Ну, это ей решает уже. Дело в том, что ведь, если она хочет стать врачом высокой квалификации, врачом-исследователем, который будет внедрять новые технологии, развивать новые направления в медицине, то, я считаю, к нам надо. Если же она хочет стать врачом, практиком, то, конечно, наш медицинский университет, я здесь честно, откровенно говорю, я там люблю, уважаю моих коллег, которые работают, они готовят хороших врачей. Это практика очень хорошая. Поэтому и там, если она хочет стать практиком, может там учиться. А нам поступил еще один звонок по телефону, и мы готовы выйти на связь. Здравствуйте. Здравствуйте, Толмачева Анастасия, город Серпекамск. Как проходит практика у студентов юридического факультета и в каких организациях? Спасибо. Юридический факультет? Практика на юридическом факультете. Это можно сказать. Ну, можно, да, но вообще-то никто. Ну, практику юристы наши, студенты нашего юридического факультета проходят, ну, соответственно, в соответствии с курсом, который, допустим, второй курс у них государственная правовая, на третьем студент, судебная, прокурорская, на четвертом курсе дальше идет уже. То есть, каждый год у них какая-то своя специфическая практика. И они обычно проходят практику в учреждениях, организациях и организациях нашей республики, а могут даже Российской Федерации, если, допустим, какая-то организация готова их применить. Но у нас здесь никаких проблем, как правило, нет. Наши министерства юстиции, прокуратуры, наши Верховные суды, и вообще суды нашей республики с удовольствием принимают наших ребят, и они там неплохо проходят практику. И получают хорошие, я думаю, подготовки практики. А у нас еще один вопрос, который нам уже поступал. Здравствуйте. Если меня не устроят баллы, которые я набрала, могу ли я пересдать экзамен? Я думаю, это очень важно для наших абитуриентов, если нам несколько раз поступил один и тот же вопрос. Давайте напомним, пожалуйста. Правила проведения ЕГЭ как раз именно в этой части могут ли сколько раз сдавать? Выпускники прошлых лет, вот в этом году сдал, значит, выпускник школы экзамен, поступил даже куда-то учиться, предположим, и его не устраивают его баллы, или он планирует там поменять направление подготовки. Он в статусе выпускника прошлых лет имеет право сдавать ЕГЭ, ну, каждый год практически. А результаты использовать те, которые были выше, из любого свидетельства. Да, да. Вот и статус выпускника прошлых лет дает такое право заявляться на ЕГЭ и до 1 марта, предположим, там по месту жительства где-то, да, или по месту фактического нахождения. Если татарстанский выпускник учится, предположим, в Санкт-Петербурге или в Москве, и хочет пересдать экзамены, да, он по месту фактического нахождения, по месту регистрации, конечно же, имеет право записаться на ЕГЭ. И до 1 марта сдавать в основные сроки. И с 20 июня по 5 июля, соответственно, сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки. И использовать результат. Но в этом году пересдавать он не имеет права. Вот, допустим, в этом году он сдал ЕГЭ. Да, конечно. В этом году он не имеет права. Право пересдавать имеют только те, кто, выпускники текущего года, кто или по математике, или по узкому, только по одному предмету не набрал минимального порога. Они имеют право пересдавать. Они только если один не набрал, да. Да, понятно. Математику или русский язык. И право пересдавать один раз. Если все-таки большому сожалению среди не абитуриентов, выпускников школы такие, а дети, все выпускники, окажутся, то право пересдачи о сроках, можно сказать, они имеют право пересдавать и в резервный день, вот в частности математику, там 19 июня. Или получше подготовиться. По состоянию болезни. И в дополнительные сроки, да. Ну, право пересдачи тех, кто по болезни не пришел на экзамен, это как бы, да, естественно. И плюс те, кто получил двойку, они имеют право пересдать, они могут выбрать срок в дополнительные сроки, и у них появится чуть-чуть побольше времени подготовиться к экзамену, как следует. Ну, еще можно добавить просто, что последующая пересдача ЕГЭ, она бесплатная. А, ну, конечно, а ЕГЭ, в общем-то, никогда не было платным. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Время нашего эфира подходит к концу, и у нас осталось немного времени. Вы можете выступить с обращением к нашим абитуриентам и сказать им, возможно, то, что они еще не успели услышать. Привет, Путылыч Медзарипов. Очевидно, что Казанский федеральный университет один из наших университетов, но есть еще такие города, которые хотя бы по статусу городов имеют преимущество перед университетом, перед Казанью. Например, Москва и Санкт-Петербург. Скажите, почему же тогда абитуриенты должны выбрать именно Казанский федеральный университет? Я убежден, что мы сейчас не хуже московских вузов в том плане, что, во-первых, уровень нашей подготовки, он не хуже, а даже улучшается, потому что вот за последние годы в университете произошли очень зримые, существенные изменения, которым мы гордимся. Ну, достаточно сказать, что наш ЕГЭ – это одни из лучших сейчас в России и в мире. Ну, почему я в мире говорю? Потому что мы сейчас встречаемся со многими иностранцами, которые, в общем-то, очень высоко ценят нашу лабораторию, наше оборудование, которое есть на наших естественных факультетах. Плюс наш университет не только в плане вот именно вырос в таком материально-техническом оснащении оборудования, улучшились условия для обучения наших. Мы вуз, в котором стопроцентно обеспечивают общежитие, жильем. А наше жилье, это деревни наши университеты, лучшие, я считаю, не только в России, но и одно из лучших в мире. Условия для жизни ребят там, конечно, великолепны. И поэтому, если они приедут к нам и поступят, то они смогут получить нужную профессию, нужное образование, нужный уровень профессионализма и в то же время жить в нормальных и годных условиях. И еще к тому же могут стать настоящими личностями, потому что у нас очень много направлений общественной деятельности, очень много, так сказать, творческой деятельности, где сами студенты решают, чем заниматься, как заниматься. Здесь, в общем-то, у нас очень много возможностей. Поэтому я, ребята, приглашаю вас в наш университет. Мы ждем вас. Лилия Салимзиановна, не могли бы вы, так сказать, дать напутственное слово абитуриентам в преддверии единых госэкзаменов? До напутственного слова мне хотелось бы предупредить, все-таки предупредить участников ЕГЭ, чтобы они не пользовались сотовыми телефонами, чтобы все знали, что каждый контрольно-измерительный материал имеет свой идентификационный номер и семь степеней защиты. И если какое-нибудь задание, схема будет размещено в сети интернет, то в течение 15 минут звонок к нам, и тут же рассадка автоматизированная, и в течение 15-20 минут можно выявить, вот куда, какому участнику ЕГЭ ушел этот контрольно-измерительный материал. Это в избежание различных конфликтных ситуаций, недоразумений. А самое главное, результат аннулируется этого участника, и он не может его использовать при поступлении в ВУЗ и продолжить свою образовательную траекторию. А если это будет русский язык или математика, это очень ужасно, то выпускник может остаться без аттестата. Поэтому, у меня, уважаемые выпускники, просьба, требование соблюдать порядок проведения ЕГЭ и закон об образовании. Более того, нарушители еще и привлекаются к административной ответственности и могут быть оштрафованы. Ну, а самое главное, более первый экзамен у нас уже 27 мая, это массовый экзамен, русский язык, почти 21 с небольшим выпускником школ, около 20 тысяч, да, более, около 22 тысяч всех участников ЕГЭ. И я хочу им пожелать, чтобы они все успешно сдали экзамен и смогли, чтобы их желания сбылись и смогли продолжить обучение там, где они выбрали. Успехов вам, уважаемые обучения. Людмила Николаевна, не могли бы вы несколько слов о тех, кому не приходится беспокоиться о результатах ЕГЭ, об олимпиадниках? Об олимпиадниках я уже сказала, дорогие ребята, мы вас ждем, поверьте, с большим удовольствием, потому что мы знаем, что вы целеустремленно будете готовиться, вы будете прекрасными специалистами, а возможности в университете просто замечательные. И, пользуясь случаем, вот мы хотим поздравить всех тех, кто заканчивает школу. Завтра у вас последний звонок. Это в вашей жизни очень волнующее, ответственное событие. Дорогие ребята, мы вас поздравляем от всей души. Вы трудились, учились. Это очень такой ответственный, даже скажу, тяжелый труд. Поздравляем вас, все позади. Впереди еще рывок, экзамен, и уже дальше ваша жизнь, ваше новое начало, ваша успешная карьера. Успехов! Мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям, ребята, и желаем вам, чтобы вы реализовались как хотите. Сергей Иванович, ну и в заключение. Последние слова. Чтобы ребята все-таки не расслаблялись, сроки, когда нужно прийти в Казанский федеральный университет? Ну, во-первых, конечно, хочется еще раз пожелать, чтобы успешно сдали ЕГЭ. ЕГЭ завершается у нас где-то после 15 июня. Там будет небольшое время на апелляции, так сказать, на утверждение. И дальше с 24 июня начинаются выпускные вечера, выдачи аттестатов, и мы убедительно просим вас не забывать о том, что после школы начинается новый этап в вашей жизни. Делайте правильный выбор, поступайте в Казанский федеральный университет. На самом деле мы с вами уже активно работаем, и мы очень рады будем, чтобы каждый абитуриент, который решил продолжить свое образование, получить высшее образование, все-таки попробовал себя и подал документы в Казанский университет. И мы будем рады видеть том числе участников этой передачи уже в статусе студентов Казанских федеральных университетов. Сергей Иванович, добавьте, однажды в районе нам сказали, мы боимся поступать к вам в университет, у вас большой конкурс. Ребята, не бойтесь, вы всегда найдете факультет, куда можно поступить. У нас, на самом деле, очень большой набор. В прошлом году мы брали на первый курс 10 500 человек. То есть возможности есть, самое главное – это проявить характер, твердость духа и решительность. Тот, кто действительно серьезно относится к своему будущему, тот и добивается успеха. Спасибо, уважаемые гости, что приняли участие в нашей сегодняшней встрече. Благодарим и зрителей, которые задавали нам вопросы. Напоминаю, что с 20 июня, прошу прощения, вы уже можете подать документы в Казанский федеральный университет. Данную передачу вы можете увидеть в записи на нашем сайте универсмотри.ру. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!